Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики и гости канала. В сегодняшнем видеоролике речь пойдет о древовидной гортензии. И показать вам новинку сезона – это сорт Кандибль Бабл Гам, который стоит перед вами. Вообще, древовидная гортензия – это неприхотливый декоративный кустарник с эффектными крупными соцветиями различной окраски. Цветет обильно с июня до поздней осени, и древовидная гортензия отличается морозостойкостью, хорошим ростом и здоровой листвой. Я еще перед вами поставила в сравнение гортензию метельчатую, и обратите внимание, для тех, кто не знает, и многие спрашивают, чем же отличаются эти две гортензии. У древовидной гортензии, как вы можете видеть, у нее шапки цветов имеют шаровидную форму, а у метельчатой гортензии эти цветочные шапки имеют форму конуса. И формой цветка, конечно, сразу, когда вы видите гортензию в саду и не знаете, как она называется, по внешнему виду эти гортензии можно друг от друга отличить вот такой формой соцветия. У древовидной гортензии это всегда будет шаровидная форма. Конечно, это гортензию я просто одну перед вами поставила, потому что это новый сорт, на который стоит обратить внимание. Это новинка сезона, и у него вот такие красивые цветы. Вообще, у этого сорта куст компактный, высотой всего 80 сантиметров. В ветви очень прочные цветы, светло-розовые, как вы можете даже видеть на картинке, и в таких огромных соцветиях. Цветет именно этот сорт с июля по сентябрь, любит солнечное месторасположение, и морозостойкость у конкретно у Candible Bubble Gum минус 25 градусов. Этот сорт завоевал бронзовую медаль на выставке Platinum 2019 года. Конечно, кто собирает коллекцию или кто хочет иметь древовидную гортензию с такими цветами, может приобрести. Еще очень популярный сорт древовидной гортензии, это Pink Annabelle, который у меня тоже бывает в продаже. Но там соцветия более яркие, более розовые, и многие, наверное, знают такой сорт, как Bella Anna, просто он более низкорослый. Там тоже такие более розово-малиновые соцветия. Но вот у Bubble Gum соцветия именно такие нежно-светло-розовые. Ну и всеми известный сорт Annabelle у многих в садах есть. Это крупные у меня, у нас, например, это огромные шапки, где-то 30 сантиметров в диаметре у Annabelle с отличной морозостойкостью. Мы никогда ее не укрываем, и вот Annabelle, конечно, это вообще самый беспроблемный сорт для выращивания в садах, если те, кто вообще не хочет заморачиваться ни с каким укрытием. Вот Annabelle зимует до минус 40 градусов. Надеюсь, что этим летом у меня будут свои черенки, потому что кусты просто огромные, и я их, конечно, смогу предложить только вот, наверное, не раньше июня. Ну, а вот сейчас вот такие замечательные сорта и посадочный материал я отбираю на агрофирме Поиск. Хочу показать вот такой вот куст, вот я вытащила из коробки, потому что сейчас уже то время, когда посадочный материал заканчивается, и уже фактически нечего выбрать, все выбрано, потому что реализация гортензии заканчивается именно вот на таких больших агрофирмах, которые поставляют данный посадочный материал. Я считаю, что достойные растения, которые у вас зацветут уже в этом году. Вообще, у культурной древовидной гортензии не так много сортов, как у других видов этого декоративного кустарника. Окраска, как я уже сказала, соцветия, это преимущественно бывает белый или розовый, но вот есть новинки, и она у меня была, которая такая имеет более малиновую окраску. И даже вот по многим сортам, по тому, как они выглядят, можно догадаться, как они зацветут. Иногда в названиях даже там Анабель, да, ну уже белая ассоциация идет, и так вот селекционеры называют свои сорта, что вот баблгам, это уже что-то с розовым, да. И вот по названиям сортов уже даже можно догадаться, если вы не видите картинку, какой будет сорт, с какой окраской цветов. Вообще, древовидная гортензия прекрасно себя чувствует в большинстве климатических зон России, в том числе в Подмосковье, на Урале и в Сибири. Ну, белая гортензия древовидная, понятно, что это самая многочисленная группа, в которую входит, как я уже сказала, известные популярные сорта типа Анабель, который образует шаровидные соцветия просто огромного диаметра. Диаметры у нас, наверное, не просто какие-то гиганты, но видно подходящее место для выращивания и условий, поэтому диаметр у них вот лично у нас до 30 сантиметров. Может быть, просто у меня такой вот, как бы, попался, как бы, клан этого сорта, что он именно идет с большим диаметром соцветия. Может быть, это, конечно, и условие именно то, что ему все очень нравится. Высота у них, как правило, полтора метра и выше, и вот эти вот крупные многочисленные соцветия заставляют ветви клониться к земле, поэтому все-таки желательно подставлять опору. Мы подставляем, потому что невозможно огромные шапки цветов, которые у древовидной гортензии, они все-таки немного паникают. Но Аннабель – это более высокорослый кустарник, нежели вот этот Кандибл Бабл Гам, который высоту всего 80 сантиметров. Поэтому я думаю, что конкретно у этого сорта, возможно, и не нужна опора, потому что вот если посмотреть на картинку, то он вообще выращивается, видите, в кашпо данный сорт 80 сантиметров. Конечно, он будет гораздо ниже, чем Аннабель, если у кого есть. Срок жизни куста до 50 лет и морозостойкость у них от минус 25 до минус 40 градусов. Вот эта розовая окраска нетипична для древовидной гортензии, именно вот такая нежно-розовая окраска. Но селекционеры всячески стремятся разнообразить природные оттенки соцветий. И результатом их труда стали сорта, как Пинк Аннабель, который, как я уже сказала, имеет более розово-малиную окраску, Белла Анна и так далее. Древовидные и метельчатые гортензии считаются морозостойкими, но морозостойкость у метельчатой гортензии, на мой взгляд, все-таки немного выше. И они прекрасно вообще переносят природные условия центрального района и хорошо себя чувствуют даже в Сибири. А вот гортензия крупнолистная, которая у меня есть, и кто мои покупатели, многие уже меня приобрели, она более теплолюбивая. Поэтому те, кто спрашивает в комментариях под видео, что ее нужно выращивать в кашпо, да, вы можете ее, конечно, выращивать и в грунте, но она у вас, тем более первый год, не перезимует. Есть сорта крупнолистной гортензии, которые, ну, это уже, конечно, такие не однолетки, это большие кусты, которые можно, в принципе, оставлять под укрытием, если в вашем регионе бывают не очень сильные морозы. А вообще крупнолистная гортензия ее выращивает в кашпо, а потом на зиму уносит в хранилище с температурой, желательно, чтобы была плюс один, плюс три, хранят в темном вот таком прохладном сухом месте. И поэтому, конечно, для тех, кто не хочет заморачиваться, вот древовидные и метельчатые гортензии, это, конечно, идеальный вариант.